Всем привет! Сегодня у нас будет видео косметическое. Мы поговорим с вами о моих любимых палетках для лица, для контуринга, для лета, для бронзера, хайлайтера и румяна. Как раз такая летняя тема блестящая. Сегодня мы с вами поговорим о вот таких палетках. Мои фавориты это Hourglass косметика и сравним две палетки. Это Huda Beauty, старая ее палетка. То, что я новенькая приобрела, это Physicians Formula. Давайте начнем, наверное, с бронзера. Я хочу показать две похожих палетки Huda и Physicians Formula. У них, знаете, даже аромат очень похожий. Здесь немножко аромат не уже тухлятинка, ему уже года три или четыре, четыре года этой палетки. Тухлятинка образно, конечно. Я имею в виду, что нет такого яркого кокосового запаха, который был изначально. И Physicians Formula. Вот этот аромат, он еще свежий, но тоже не очень сильный. Давайте начнем с Physicians Formula. Возьмем кисточку. Их бронзер очень-очень похож на... Просто когда пользовалась, наносила первый раз на Huda. Итак, я под этим линиям немножко придам эффект загорелости, потому что я, как правило, бронзером пользуюсь. Не для видео, а только в повседневной жизни. И очень редко, потому что мне темный такой холодный подтон идет, а желто-оранжевые оттенки мне не очень к лицу. Поэтому, как таковыми бронзерами, я не пользуюсь в жизни. И теперь берем Huda. Напомню, что вот здесь у Huda есть кремовый продукт. Вот он. Но я им вообще практически никогда не пользовалась. Вот ее состояние отвратительное. Она только у меня чисто летняя, потому что очень блестящая. Только на пляж куда-то или когда ты... Ну, не прямо, ладно, окей, не прямо на пляж. Ну, такое солнышко, когда эти блестки. Есть смысл подсвечивать. Ну, их вот тут средства, конечно, на камере вообще особо не видно. Чуть-чуть пожелтее. Знаете, такой посвежее цвет лица стал. Чтобы эффект загара, да. Но, в принципе, я уже неплохо, кстати, подзагорела на улице. Руки и лицо, и грудь немножко. Потому что солнышко у нас уже яркое. Хотя SPF я пользуюсь средствами. Теперь берем румяна. Так, Physicians Formula румяна и вот это из палетки Huda просто как одно целое. Очень-очень похоже. И оба продукта очень ярко-блестящие. То есть, видите, на камере не сильно... Вот, чуть-чуть один набор был. Я стряхнула кисточку. При этом, видите, какие пятна можно наставить. Точнее, это надо растушевывать. У меня для этого дела кисточка для пудры есть. Видите? Очень яркие. Но опять повторюсь, при таком макияже, ну, не очень это палетки все подходят. А вот при макияже таком летнем дневном поспокойней, такой яркий румянец был бы неплохо. Он хоть, ну, многое бы с лица забирал, да? Это набирается Huda посветлее. Не так, как Physicians Formula. Да, его даже видно, видите, он посветлее. Но эффект по пятнистости вот этой, по блескам на лице румянатих, точно такой же, как у Physicians Formula. Даже видно, вот здесь светлее, здесь темнее. Но оттенок очень похожий. И я всегда вот так вот румяшки разношу подальше, чтобы они перемиксовались, перемешались вместе с бронзером. Сейчас вот здесь я хочу подтереть немножко. Потому что это огромное пятно. Он мне не нравится. Окей. И теперь самое интересное, хайлайтер. Ну, конечно, хайлайтер, хайлайтер не похож. В худе он более желтый. Но именно качество, как оно переливает сильно ярко, они довольно-таки схожи. Вот Physicians Formula моя беда, когда я купила, он уже был выпавший рефил. Мне надо его будет подсобрать. Довольно-таки крупный этот хайлайтер. Его блестки отдельные. Обязательно стряхну. Видите? Как он сразу. Дать его и на нос еще. Он на камере очень хорошо, кстати, смотрится. Мне нравится. Для повседневной жизни ярковато. Но кто любит яркие макияжи, вообще макияжи, вам пойдет. Дать еще галочку на губой сделаем. И теперь возьмем другую кисточку. Пришел краситься. Собака. Вот этот более желтый от худы. Тут огромные рефилы, их очень удобно набирать. Любая кисточка подходит. Тоже видите, как сразу блестит. Немножко под бровь попробую такой огромной кисточкой залезть. Кисть прикольная, красивая, плотная, хайлайтерная. Но кисть веер такая, она огромная. Видите, я ей только какие-то большие участки редко пользуюсь. Поэтому так я на лоб обычно не делаю. Она у меня и так неплохо блестит. Ну вот. Цвет лица появился. И, конечно, у меня уже места не осталось на лице. Вот этой палетку от Hourglass. Хайлайтер не дастся, наверное, показать. Но я хочу показать, что здесь очень маленький рефил. Это неудобно. Я вот такие специально купила. Вот такую кисточку. Это в Турции я покупала в Градисе. Носкито Сыка Про Хэндмейд. 291 номер. Хорошая, кстати, кисть. Для этого у меня пригодилась. Никогда еще не пользовалась. Вот такая от Real Techniques. И вот такую эту кисточку я тоже в Градисе покупала специально под палетку. Что я здесь хочу отметить. Давайте я, наверное, добавлю немножко вот этой кисточкой румян. Показать, насколько палетка эта пигментированная. Розовых румян вот отсюда. Потому что я вот в камере не так видно. В жизни я вижу, что у меня здесь блестки. Все блестит. Но как такового цвета сильно нет. Именно. Вот видите. Опа, сразу видно. Да, они очень пигментированные. Это их и плюс, и минус. Но если хорошо растушевать. Сейчас мы это растушуем. Видите, как они сразу яркие. Я сразу всегда аурглаз я беру кисточкой обычной для пудры. И разношу обязательно. Потому что пятна останутся, дай боже. Но у них очень классное переливание. Свет такой от этой румяны и бронзера. И вот на повседневку, чтобы, как говорится, дорого-богато смотрелось. Ну, в принципе, короче, красиво, да, симпатично. Я всегда пользуюсь этой палеткой. Или другой палеткой аурглаз, которая у меня старая. Я ее закончу все еще хочу. Вот сейчас я пытаюсь набрать обычную пудру. Которую, которая здесь в комплекте. И ею я обычно вот так растушевываю. Все перемешивается. Ну, и, в принципе, нравится. Не люблю, когда на лице остаются четкие линии. С контуром. Со всем этим делом. Ну, вот. Так что давайте теперь перейдем к обсуждению. Любимые мои палетки, которые я готова брать везде с собой в путешествии. Если оно бы намечалось в последние два года, да. И такие палетки на каждый день, когда ты выглядишь дорого-богато. Что называется, хороший оттенок на лице. Это румяна, хайлайтер и бронзер. В общем, они красиво, органично переливаются. Эти палетки очень пигментированные. Это их огромный плюс. Это косметика палетки Ауэрглаз. Это моя старая. Ей уже два или третий год. А это новая из последней коллекции зимний. Хочу немножко... Я уже ее раньше показывала. Но хочу немножко остановиться на этой палетке. Потому что она моя все равно любимая. Видите, это, наверное, первая палетка для лица. В которой у меня есть дыры. Чтобы затереть до дыр что-то косметику такую для лица. Именно использую ее постоянно, регулярно. У меня много другой косметики для лица есть. Это что-то феномен. Здесь были две пудры. Это рождественская коллекция двухлетней давности. Они очень, знаете, такие коричневые всегда. Для теплых оттенков кожи. Но вот для холодных, как у меня, девчонок, вот это могу... Ну, уже это сейчас не купить. Это лимитки каждую зиму выходят. Но у них очень часто рефилы вот эти повторяются в других палетках. Поэтому подобрать, в принципе, для себя в следующей коллекции зимней тоже можно будет. Две пудры, хайлайтер, бронзер и двое румян. Здесь, как видите, у меня есть целых румяна только остались. Одни оранжевые вот эти. Потому что я теплым не очень пользуюсь. Но все, как видите, вот эти все точечки, это все дырки. Все отсюда уже средства фактически не набирается. Хайлайтер очень классный. Он нежный, переливается. Еще у них есть палетка тройка хайлайтеров вот этой формулы. Она у них уже в постоянной коллекции. Это раньше была лимитка. В общем, классно, кайфово. Если кто любит хайлайтер или хочет дорогой классный хайлайтер, то я вам советую не тратить деньги на другие дорогие, брендовые, дешевые, различные. Купить одну эту палетку, потому что хайлайтеры расходуются очень долго. Вам ее хватит на много лет. И это будет классное вложение. Почему? Потому что здесь он такой, знаете, его, конечно, вы не увидите, если я буду делать сводч. Но его и особо не видно. Но на повседневку это нечто тонкое, приятное, дорого, благородное, без блесток ярких. Фонарем из космоса на тебя не подсвечивает. Это очень приятный, холеный такой вид вот этого хайлайтера. Просто супер. И он очень хорошо долго держится. Отдельных блесток выделяющихся в нем нет. Такое лощеное, холеное лицо получается. Вот хайлайтеры Hourglass. Тройку я не покупала, потому что мне так много не надо. У меня есть вот эти маленькие палетки. Но если бы у меня закончились все палетки, их нельзя было бы еще там как-то приобрести. Я бы с удовольствием купила эту трешку палетку хайлайтеров Hourglass на всю жизнь вперед. Надолго бы хватило. Хорошая вещь. Мне даже здесь нравится бронзер, которым я обычно бронзерами не пользуюсь. Они потому что все желтоватые и теплые. Я сразу пользуюсь скульптурой контурингом. Но даже здесь бронзер этот мне очень сильно подошел. И вот каждый день все это я измазала на себя. Последняя палетка из зимней коллекции. Они обычно выходят в ноябре месяце. Я хочу отметить, что, видите, она уже пожелтее, потеплее. Но это самый холодный вариант из последней коллекции, что был. Я купила из-за качества. Вообще вот эти палетки не очень выгодные. Проще покупать однушки румян, хайлайтеров. У них или пудрой компрессованной. Если нужно по деньгам, оно одно по сути на то и выходит. И даже немножко. Здесь грамм, потому что мало. Эта палетка не так выгодна, как однушки покупать полноразмерные. Но если ты хочешь попробовать или как к дорогу с собой что-то брать, чтобы все вместе было, это очень комфортно, удобно. Поэтому я, кстати, сделала свой выбор на такие палетки. Я хочу что отметить. Это тоже благородненько довольно-таки. Холодные, яркие. Румяна всегда у Hourglass яркие. Они холодные. Хайлайтер точно такой же формулы, но более желтая, не такой холодный, как в предыдущей палетке. Как вы видите, бронз тоже желтый. И это пудра для лица. Это их знаменитая подсвечивающая пудра. Очень многие делают, пытаются аналоги. Честно, аналогов я не нашла. Я многие пыталась. Это не то все равно. Не то пальто. Не те лыжи, короче. Hourglass у них формула, потому что она такая мелкодисперсная, хорошо помолотая. И при этом блеск остается олощеной кожи довольно-таки ненавязчивый. А вот любые аналоги, у них все равно чего-то не достает. Аналогами как такой прям полной замены нет. Похожее что-то есть, но прям точно нет. Пользуюсь я очень мало. Только начинаю, потому что я хочу добить свою вот эту старую палетку. Но это та палетка, которую я всегда возьму с собой куда-то в поездку. И больше скажу, что возможно в очередную зимнюю новогоднюю коллекцию я опять приобрету или такую формата побольше. Мне все их средства, румяна, хайлайтер, все это очень устраивает. Если в новой новогодней коллекции будет такая же холодная, обязательно куплю. Такую же теплую желтую, навряд ли, потому что она у меня уже есть. Я ее не успею закончить к этому моменту. Один минус этих палеток, это маленькие рефилы, под которые мне пришлось заказывать кисточки. Покупать точнее. Вот, например, вот такую пришлось. Видите, она сюда очень хорошо подходит. Кисточки побольше. Закадеваю средства вокруг. Если это румяна, они здесь не сильно, слава богу, с блесками какими-то матовые довольно-таки. То это хайлайтер, ты зацепляешь, у тебя получаются блестящие румяна. В общем, это единственный минус неудобные маленькие рефилы, под которые нужны маленькие кисточки для лица. И две палетки, которые мы сейчас с вами у меня на лице находятся, с этой стороны вот так возьмем, да. Physicians Formula с этой стороны Huda Beauty, только у меня здесь румяна Hourglass немножко добавлены для цвета. Как видите, средства абсолютно похожи. И когда я взяла в руки Physicians Formula, у меня просто дежавю было, ощущение, что где-то я такое у меня уже было. Этой палеткой, откровенно скажу, не пользуюсь. Мало я ей вообще пользовалась. Лежит она у меня мертвым грузом уже года три. Иногда достаю летом ее, потому что очень блестящая, теплая, мне она не очень подходит. Но как вариант на пляж куда-то там, когда ты и в отпуск едешь, еще я такую ее с собой беру, потому что мне не жалко, если она разобьется и так далее. И на загорелую хорошую кожу вот эти оттенки смотрятся классно, кайфово, они неплохие. Но просто как такового мне не очень подходят эти оттенки. Но девчонкам с теплым подтоном я бы даже посоветовала очень много продуктов. Это кремовый продукт, румяна, бронзер и хайлайтер. Physicians Formula я покупала в Гратисе. Со скидкой она мне обошлась где-то в 750 рублей 75 лир, что-то такое примерно. Здесь магнитная закрывашка у нее, да. Тоже такая же история идет. Это почему я купила? Она мне, по сути, как видите, у меня других палеток навалом не нужна. Купила я чисто для видео и попробую для себя качество. Physicians Formula хороший отзыв и очень многое. Помните на ютюбе? Это популярная американская косметика была. Так как она сейчас спокойно продается в Гратисе, в Турции последний год, я решила что-то для себя и купить и попробовать. Это их знаменитый бронзер, который кокосовый. Немножко с ароматом кокоса. Румяна, с блесками. Тоже знаменитый хайлайтер. Это, в общем, три таких топовых продукта этой фирмы. Бестселлеры. Сразу мне рефил был выпавший, засохший. Видите, шевелится и он ломается. Но он такой довольно-таки крем и очень похож на The Balm Mary Luminizer. Качеством, структурой своей очень похожи средства. Прям советую. Кто его очень любит, а я его люблю, я бы посоветовала присмотреться к огнёшке, например, вот этого хайлайтера. Но так как пудровые продукты долго очень расходуются, да, прессованные, то вот эту трюшку, в принципе, тоже можно купить. Но вот обратите внимание, что если может попасть рефил, как у меня, выпавший, высохший или он у вас раскрошится, это говорит о качестве продукции, что она не такая плотная, не очень хорошо. У меня так было такой же трабл с одними румянами бэка. Они так у меня и лежат. Я два раза или три склеивала, ничего не получается на время, а потом опять рассыхаются. Это сама проблема в формуле этого средства, а не там влажности или то, что ты роняешь эту палетку, она бьётся и что-то в таком роде. Нет, это проблема самого вот этого конкретного продукта. Отмечу, что вот эти два средства, они так ни себя не ведут, они плотно, нормально спрессованные. Для кого может подойти эта палетка? Это такой неплохой эконом-вариант замены вот этой от Худы. Худы опять перевыпустила свои вот эти палетки. Это то же самое, но в маленьком формате. Даже многие, кто уже есть отзывы на Ютьюбе, вы можете послушать, что все говорят о том, что это уже было. Она просто перевыпустила упаковку и может быть чуть-чуть формулу, но суть одна и та же. Это коллекция таких хайлайтеров, можно назвать. Честно скажу, что здесь даже можно пользоваться вот этими средствами. Это кремовый хайлайтер, тут же поверх закрепляет, типа, ещё яркий, он тоже классно переливающийся, сухой, румяный, эти красные, коралловые вообще. В общем, всё для брюнетки, если честно, вообще всё в принципе можно хайлайтерами пользоваться, использовать как хайлайтер. Всё это очень блестяще. Теперь о самих средствах, да. Какие выводы? Я хочу что сказать. Если вы хотите себе капитальную и пользуетесь люксовой косметикой, мимо Hourglass не проходите. Если вы хотите себе капитальную палетку для лица, чтобы был румяный, хайлайтер, бронзер, вот это брать в дорогу или на каждый день себе пользоваться, хорошие, классные средства. Это Hourglass, это и качество, смотрится хорошо, перемешивается на лице, довольно-таки благородно, аристократично, не ярко, не аляписто, не с блёсками. На каждый день очень круто. И в принципе не на каждый день, очень хорошая пигментация. Минус, неудобные рефилы маленькие, минус, очень быстро расходуются средства, потому что их здесь мало. Вот эти вот, видите, как сказать, они такие горочкой иногда, да, сейчас покажу в другой палетке, прессованные. Но на самом деле здесь плоская поверхность, что горочку вы стираете, под ней ничего нет. Это не углубленные рефилы, они абсолютно плоские. Что вы вот здесь видите, выпухлую часть, это столько и есть здесь средства. Всё, ниже никуда ничего не впадает. Это плоский абсолютно рефил, это минус средства, как бы не очень много. Но с другой стороны, средства для лица такие палетки, мы ими много так и не пользуемся. Я к тому, что пудровые прессованные средства долго расходуются, в принципе, окей. Вариант неплохой для брюнеток, блестящий на лето, кто любит вообще блестеть, переливаться. Худо, классная палетка, плюсы, очень много средства. Здесь ещё вкладыш есть, он у меня там в шкафу лежит, в общем, я его не стала приносить. Для любителей или для профессионалов, кто такие летние бронзирующие макияжи делают, мейкап-артисты, да. То есть, как их назвать-то по-русски, забыла слово. Визажисты. Здесь очень много средства, это есть куда истратить, использовать на тело также можно. Неплохая штука. Но для того, как я, например, холодными оттенками пользуюсь, ни одна палетка из вот этой коллекции худо вам не подойдёт. Это самое светлое и самое минимум жёлтое, но вообще кораллово-оранжевое. И более дешёвый эконом-вариант, если у вас есть Physicians Formula, но не хотите тратиться на худо или оттенок не попадает, я бы посоветовала попробовать Physicians Formula. В России тоже уже много где она продаётся, на сайтах можно заказать, в Турции это gratis. Очень даже запахи похожи, вот эта Коконат История кокосовая, цвета, оттенки тоже похожи с худой. Ну вот, смотрите внимательно на рефил с хайлайтером. Честно скажу, на повседневку, я и пользуюсь, руках не тянется, а вот к этой нет, к худе. Поэтому из этих двух я выбираю вот эту. Но, если у меня, например, есть средств побольше, и я хочу капитально что-то красивое, благородное на лице, это Hourglass. Так что пишите ваши комментарии, какими порядками для лица пользуетесь, может что-то интересное подскажете. Пользуетесь ли вы всем вот этим скопом, который у меня есть, чтобы вы, может, хотели посоветовать что-то из интересного, новенького. И обязательно к вам прислушаюсь. Пишите ваши комментарии под видео. Ещё я оставляю свою почту в инфобоксе, если вам нужно записаться на психологическую консультацию, либо написать свою историю анонимную, другой раздел не о косметике в моём блоге, то пишите на почту. Спасибо за внимание, скоро увидимся, всем пока!